Здравствуйте! Это программа новости на ННТ в студии Фатима Бутыльбова. И вот главные темы. Начало месяца Рамадан. Первые поздравления и первый ифтар на территории главной мечети Республики. Подробности через несколько минут. Звезды кино в Дагестане в кинотеатре Каспийска показали художественный фильм «Небо». С исполнителем главной роли, актером Игорем Петренко, побеседовали наши корреспонденты. Люди Земли. О семье сельских тружеников из Дербенского района, которые и не помышляют. О жизни в городе расскажем сегодня в выпуске. И, разумеется, начнем мы, пожалуй, с самого главного события уходящей недели – начало месяца Рамада. Муфти Дагестана шейх Ахмад Афанди поздравил всех мусульман с этой знаменательной датой. Дорогие братья и сестры, Рамадан – это время добрых дел, очищения, терпимости и милосердия. Прошу Создателя в это сложное время укрепить наши сердца, очистить разум и исцелить от недугов. Да поможет нам Всевышний провести это благословенное время в наилучшем поклонении. Прошу Всевышнего принять все наши посты, даровать нам терпение, сделать для всех нас благословенными эти священные дни, а также избавить нас от бед и смут нашего времени. И в продолжении темы священного месяца Рамадан. Ифтар на территории Центральной Джума-Мечети Махачкалы традиционно собрал тысячи верующих. Примечательно, что расходы на организацию первого разговения взял на себя руководитель республики Сергей Меликов. О том, кто в числе первых посетил самый большой шатер Рамадана, расскажут наши корреспонденты. Коллективный ифтар – один из радостных моментов для мусульман всего мира. Это не просто вечерняя трапеза, но и возможность познакомиться и укрепить узы братства. Во дворе Джума-Мечети свои двери распахнул шатер Рамадана. Почетным гостем в день открытия стал шейх Ахмад Афанди. Муфтий Дагестана поздравил собравшихся с началом священного месяца, а также поблагодарил фонд Инсан и главу республики Сергея Меликова за организацию вечернего разговения. Хочу несколько слов сказать адрес главы республики Сергея Алимовича Меликова за то, что он первый на себя взял. Он без внимания не оставил мусульман этот месяц, такой свершенный месяц. Дай Аллах ему побольше возможностей, чтобы он служил народу Дагестану, чтобы он побольше пользу принес дагестанскому народу, чтобы он любил дагестанский народ. От имени Сергея Меликова к верующим обратился депутат Госдумы Султан Хамзаев. Для нас, для мусульман это особенный праздник, это возможность не просто сосредоточиться, внутренне очиститься, но еще и внимательно посмотреть, как и что мы делаем вокруг себя и насколько мы можем быть еще и полезны для нашей Родины. А чтобы мы сосредоточились на том, чтобы усилить, улучшить и сделать так, чтобы любой человек, который сюда к нам приезжает, хотел вернуться и всегда говорил только с трепетом и о нас, о дагестанцах, и о нашем красивом крае. Благотворительная акция «Шатер Рамадана» проводится уже 10 лет. В течение всего священного месяца каждый день разговляться здесь могут более 3000 человек. Накрыть столы, разнести порции с ароматным пловом и убрать посуду после ифтара помогают волонтеры. Мы с двух часов здесь, мы помогаем нарезать, пасовать финики, воду, нарезать овощи, фрукты, все, что нужно. Я уже второй год здесь, с прошлого года. Атмосфера нравится? Да, очень нравится атмосфера, и поэтому, иншала, весь месяц тоже буду ходить. С первыми звуками азана верующие разговляются водой и финиками. Затем, совершив вечернюю молитву, приступают к коллективной трапезе. За одним столом собираются люди разных возрастов и профессий. Здесь мусульмане чувствуют атмосферу братства и взаимопонимания. Как всегда прекрасно, во всех мечетях и здесь, везде так прекрасно. Всегда прекрасно люди от души покушали, все прекрасно. И знакомятся, и братские узы укрепляют. Ну, конечно же, по-любому собираться надо, это же сунна. Обстановка здесь отличная, атмосфера нормальная, четкая. Здесь, короче, альхамдуллах, у кого бы я здесь не спросил, все комментируют конкретно, говорят, альхамдуллах, все приходящие сюда довольствуют того, что есть на столе. И говорят, альхамдуллах, говорят, шукру Аллаху, говорят, есть. Курбан Рагимов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. К другим темам. МВД Дагестана проверяет обстоятельства взрыва на АЗС в Дербенском районе. Напомним, ЧП произошло около села Сабнова. По информации полиции, произошел хлопок газовой смеси во время заправки автомобиля марки «Форд». По предварительной версии, причиной взрыва могла стать неисправность газового оборудования на автомашине. В результате инцидента пострадали двое молодых мужчин, которые были экстренно госпитализированы. Крупная майнинг-ферма в Махачкале. На улице Сепараторная сотрудники правоохранительных органов обнаружили склад, в котором находились около тысячи майнинг-аппаратов. Сейчас полицейские выясняют все детали произошедшего. В кинотеатре «Каспийска» прошел показ фильма «Небо». История, основанная на реальных событиях, рассказывает о жизни и подвиге летчика-героя Олега Пешкова, который трагически погиб в ходе операции в Сирии. Главную роль в картине исполнил известный актер театра и кино Игорь Петренко. Нашему корреспонденту Кариму Даниеву удалось задать ему несколько вопросов. Смотрим сюжет. Полный зал зрителей, слезы на глазах и история, которая не оставила никого равнодушным. Те, кто сегодня пришел на показ художественной ленты «Небо», точно не пожалели. На самом деле сидели все на эмоциях. Очень трогательные моменты были. И на самом деле детей это воспитывает патриотизм в детях. И стоит, думаю, почаще такие фильмы смотреться вместо детьми. Хорошие, очень. Вообще наши российские фильмы сейчас производят огромное впечатление. Мурашки пробегают от некоторых моментов. В основе киноленты трагическая история, основанная на реальных событиях. В ней описывается жизнь героя России Олега Пешкова и трагическая история его гибели при выполнении боевого задания в Сирии в 2015 году. Во время спецоперации самолет Пешкова был подбит ракетой ВВС «Воздух-воздух». Экипаж катапультировался, но когда летчик спускался на парашюте, террористы его расстреляли. Повнимательней, 608-й. Ракета! Приятным сюрпризом для посетителей кинотеатра стал визит известного актера Игоря Петренко, который сыграл главного героя киноленты. Зрители совсем не ожидали увидеть в Каспийске звезду кинофильмов и сериалов. Гостя из Москвы встретили под бурные овации. Расскажите, пожалуйста, вы играли роль настоящего летчика. Насколько сложно вживаться в роль настоящего человека, нежели от вымышленного персонажа и дополнительным грузом ответственности? Да, ответственность – это самое сложное. Что, с чем столкнулись, это побороть пиетет перед ситуацией, перед этими людьми, чтобы оставаться живыми. Все равно все люди со своими слабостями, со своим настроением бывает, и хулиганство бывает какие-то. Люди есть люди, как говорится. Когда ты подходишь и ты понимаешь, что изначально чем закончится история, она начинает на тебя давить. Что касается технической стороны, сложно было. Понимаете, люди, изучая панель приборов, годы тратят на ее изучение, чтобы, скажем так, освоить профессиональные навыки. Но нам очень сильно помогали. Летчики помогали, инструктировали. И Костя Мурахтин, штурман, которому удалось выжить отдельной спецоперацией, которую, к сожалению, здесь, в этом кино невозможно показать все, иначе оно было бы не, шло бы не два часа. Фамилии реальных героев изменены в картине не случайно, ведь образы главных персонажей собирательные. Авторы картины хотели показать настоящих людей и настоящую войну, но при этом сделать не документальную, а художественную киноленту. Для этого они и создали собирательный образ Сошникова, прототипом которого стал летчик Олег Пешков. Это был очень искренний посыл от кинематографистов. Это дань уважения, это такое кинематографическое спасибо всем тем, кто несет службу, несет вахту, кто находится на страже нашего покоя, на страже нашего мира. И, конечно же, в память тех героев, которые, не задумываясь, отдают своей жизни в экстремальной ситуации, и, конечно, честь им и хвала, и добыть им свет. Ни одна страна мира, я думаю, не может похвастать таким количеством героев, таким отношением и таким самопожертвованием, как Россия. Цель картины «Небо» однозначно не развлечь зрителя, а заставить его задуматься и испытать гордость за тех, кто остается в верном присяге и родине в самых критических ситуациях. И в этом плане лента удалась. Карим Даниев, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Каспийск. Медицинские симуляторы на сотни миллионов и самая дорогая в Дагестане электронная библиотека. Медицинский колледж имени Башларова организовал пресс-тур для журналистов республиканских СМИ. Экскурсию по колледжу провел директор учебного заведения Руслан Мамаев. Он ознакомил гостей с корпусами, материально-технической базой, а лучшие студенты различных отделений показали свои квалификационные навыки на фантомах. И под углом 90 градусов на две трети длины иглы мы вводим наш шприц быстрее движение. Вот. И вводим. Вот, например, жгут вес мартам, и мы хотим прикрепить течение. Колледж имени Башларова, существующий более 10 лет, сегодня является крупнейшим на Северном Кавказе. Студенты регулярно проходят практику в ведущих клиниках республики. Не имеют проблем с трудоустройством после завершения учебы. Наш колледж является крупнейшим медицинским колледжем в республике Дагестан. Он является колледжем, которым наибольшее количество студентов, очников, и является крупнейшим по количеству филиалов. Мы фактически функционируем в шести городах республики, среди которых Махачкала, Каспийск, Избербаш, Дербент, Кизляр и Хасаверт. Колледж уже второй год принимает на своей базе, вот прямо где мы сейчас находимся, принимает две площадки WorldSkills Russia. Это самый такой главный турнир, такая главная олимпиада среди рабочих профессий по двум специальностям, по фельдшерам и по стоматологии ортопедической. Эти две площадки проходят на нашей базе. И уже два года у нас есть победитель и призеры. Получается, в общем, у нас у колледжа несколько победителей, несколько призеров этого самого престижного соревнования среди рабочих профессий. У нас самая мощная материальная база в части фантомов симуляционной техники и не только в головном подразделении, но и во всех филиалах. Даже не десятки миллионов, а, наверное, около ста миллионов мы за последние несколько лет потратили на закупку самых дорогих фантомов, симуляционной техники, компьютерного оборудования. Очень много классов, практически все оборудованы проекторами, компьютерной техникой для максимально успешного образовательного процесса. Мы закупаем ежегодно самую дорогую электронную библиотеку. Это библиотека «Геотар Медиа» издательства, которая называется «Консультант студента». В следующем сюжете речь пойдет о тружениках земли. Семья Абасовых из Дербенского района о жизни в городе и не мечтает. Все, что им нужно для комфортного и счастливого проживания, у них есть и в селе. Чистый воздух, частный дом со двором и свое подсобное хозяйство. Уже много лет они занимаются садоводством. На 10 гектарах дружно работают всей семьей. Асиль Манапова продолжит тему. Чем больше обрезка, тем она хорошо растет. Крижнец и чтец, и на дуде и грец. Так можно охарактеризовать Рамазана Абасова, жителя Дербенского района. Почти все он умеет делать своими руками. Мужчина знает толк строительстве и пчеловодстве, разводит скотину и сажает сад. В селе, как ни крути, без личного хозяйства не обойтись. И хотя хлопоты занимают много времени, результат того стоит. Молоко, творог, сметана, яйца – все со своего подворья. Плюс к этому овощи и ягоды выращены своими руками. Для семейного бюджета получается хорошее подспорье. Мы все сами делаем. Мне они очень помогают. Целый год почти здесь можно работать на улице. Такой зимы не бывает. В 1997 году Рамазан получил разрешение от районной администрации на многолетнее пользование 10 гектарами земли. Здесь он посадил фруктовые деревья. Пятый год собираю хурма. И есть около 5 гектаров хурма. Есть и около 3 гектаров селива посаженной. Селива деревья не так здесь выживает, но хурма очень хорошая. Ни один высохший деревья нет. Сорта – есть хурма натуральная, а потом есть шишбурум. Называется это ханский сорт. Хорошая хозяйственная охватка и у сына Рамазана. Если отец большую часть времени проводит, работая в саду, то Фархад на себя полностью взял обязанности скотовода. Кроме того, уже третий год он своими руками строит теплицу. Начали все сами сделать. Специалистов никого не позвал. Я сам учился на свадщика. Все сам сделал своими руками. Самое главное – смотрел образцы. Здесь у соседей вокруг много теплиц. Смотрел, какие из труб кто сделал. Ходил к ним день по 10 раз, смотрел, все сам собрал. Все деньги, вырученные с продажи фруктов и мяса, семья Абасовых складывает в стройку теплицы. На данный момент каркас полностью готов. До конца года планируют уже завершить все работы. Дальше здесь пленку купили тоже. Сейчас ждем теплое время, солнечная погода, хотим пленкой накрыть. Но здесь уже все, осталось капельки проведить, все посадить, выращивать помидоры, огурцы. Сегодня вступающие во взрослую жизнь молодые люди из села выбирают путь, зачастую не связанный с трудом на земле. Понять их можно, потому что в городах больше возможностей, социальных удобств и перспектив. Однако есть и те, которые, невзирая на трудности и отсутствие комфорта, остаются жить и работать на селе. И как показывает время, людям труда легче прокормить себя и семью в условиях любого кризиса. Асель Монапа, Дауд Гасанов, Новости, ННТ, Дзербенский район. И на этом у нас все. Я с вами прощаюсь и напоминаю, что смотреть нас можно также в социальных сетях ВКонтакте и Яндекс.Дзен. Всего вам доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин